День цветных карандашей День цветных карандашей День цветных карандашей День цветных карандашей Рисуем цветными карандашами Хорошо По поводу того, что праздник карандашей У меня есть первая фотография Моя Где в год я на стульчике С цветными карандашами Я думаю, что все с этого началось Все не случайно И когда все переполнилось Я решила, что я уже созрела для студии Рисовать с детьми С детками. И мы, очень молодая студия, два с половиной года, набрали очень крутые обороты. Возраст детей, которые к вам приходят? От пяти до двенадцати лет. Это как раз тот возраст, когда детям нужно наиграться техниками, наиграться красками. Здесь не нужно объяснять, как правильно рисовать, какие законы, какие правила существуют в изобразительном искусстве. Они просто играют техниками. Ну, можно я сразу приоткрою такую завесу тайны и расскажу, что самая главная, ну, можно сказать, фишка Тины и этих двух замечательных деток, что каждый из вас, практически каждый из вас видит их работы, проезжая по кольцу ЦГБ, потому что, где качается у нас проспект Ворошиловский, как раз висят вот эта стена, по правую руку забор, он украшен работами деток именно из этой студии. Скажите, пожалуйста, как так получилось, что… Вы стали украшать наш губок? Ну, нам просто точно так же позвонили и предложили. И как бы в соцсетях наши работы отличаются по стилистике. Нам предложили, и мы, оказывается, очень хорошо смотримся на баннерах. Я очень люблю этот проект. Проезжая на работу в пробке по Нагибино, я рассматриваю работы своих деток, вчитываюсь, фамилии. И это очень на позитиве. Я приезжаю очень довольна на работу. А как вы выбирали работы? По какому принципу? Ну, наверное, первый отбор идет от меня. То есть то, что я хочу показать лицо своей студии. То есть чуть-чуть маленький вкус есть, и мы отбираем то, что хотели бы показать, чем похвастаться. Радомир и Елизавета, Расскажите, какие из ваших работ висят в городе? Моя работа висит в городе Бабушкин фикус. Ты моя хорошая. Ты рисовала из Бабушкиного фикуса по-настоящему его или нет? Нет. Ты придумала сама, тебе захотелось, да? Да. А почему вообще? По какому принципу вы начинаете рисовать? Что вам хочется? Что больше любите? Ну, я больше люблю живопись рисовать, гуашью. Радомир, а ты? Ну, я не помню. Он забыл, он сидел сейчас, пытался спросить у своего педагога, как называется его работа, но в принципе это не важно. В любом случае ты рисуешь, правильно? И насколько я понимаю, вы брат и сестра. Кто из вас старший? Очень сложно определить. Ты старший, тебе сколько лет? Десять. А брату твоему? Восемь. Десять и восемь лет. Кто из вас раньше пошел рисовать? Или вы пошли одновременно? Одновременно. Вместе вы пошли. А почему? Вот расскажите, почему вам нравится больше рисовать? Ну, потому что вот мне очень нравится рисовать, потому что вот я хочу нарисовать граффити, когда я вырасту, например. А где ты хочешь? На какой-то, украсить стену какого-то дома? Нет. Вот, например, мы когда были с родителями в Крыму, тогда я там увидела, как красиво рисовали граффитами. И мне захотелось рисовать. Вот, и я также буду украшать стены зданий? Да. А что-то конкретно тебе хочется нарисовать? Вот что-то, вот в таком стиле, которым ты хочешь? Ну, какая у тебя мечта? Может, портрет чей-то? Не, вообще, я хочу делать машины и их разрисовывать. Ух ты! Так вот сейчас. Может быть, даже родители не в курсе о мечтах сына, а сейчас узнают. Настоящую мечту сейчас озвучил нам мальчик с потрясающим именем Радемир. Скажите, а вот у вас стоят какие-то дипломы, награды. Что это такое? Это призы за наши картины. Лично за ваши? Да. Вот этот самый большой, который видно, наверное, даже из космоса. Вот это что такое стоит? Самый большой кубок? Это гран-при из лагеря Орленок. Мы ездили на Гранд Пленэр. Так. И я выиграла там этот кубок. Ты какая умничка. Что за работа? Вот почти такую же работу, только гуашь. А, то есть там была... Это кто у нас? Принцесса? Это... Царевна лягушка. Да, царевна лягушка. А, дюймовочка. А, дюймовочка. А, это дюймовочка. Никто не угадал. Или жених. Даже сама Лизавета. Как прекрасная работа. Я художник, я так вижу, знаете, эта фраза есть. Я вижу, что этот рисунок выполнен в нескольких техниках. Что-то там наклеено, да? Расскажите, Елизавета, я даже к вам на вы обращаюсь. Сначала я делала тон, ну, заливала акварелью. Потом вот эти листики, все цветочки делала бумагой разной. Дюймовочку делала из фломастеров на бумаге, вырезала и наклеила. Ну, и потом фломастерами прорабатывала. Какая ты молодец, Лизонька. Вот все, что я тебе хочу сказать. Дина, так разве можно? Это черта нашей студии. Мы отличаемся тем, что мы смешиваем техники. Мы не боимся. Я личный экспериментатор, поэтому я воплощаю это с детьми. Им очень нравится, что необычно. Сочетание многих техник, сочетание аппликативное, графическое. В общем, мы такие супы завариваем во время. Ну, и тем не менее, получается потрясающий результат. Радемир, солнышко мое, ну, тебе ведь тоже есть чем похвастаться и похвалиться. И есть повод для гордости. Расскажи, какие дипломы ты держишь в руках? Ну, я расскажу. А вот это будет дипломи. Вот этот диплом, это я самый первый заработал. Мне тогда было 6 лет. Так. Вот. За что ты его получил? Я нарисовал космос. Космос. Это космос, Радемир. Я, правда, никакое место не занял. Но диплом ты получил. Он самый первый, он самый главный, правильно? А там стоят какие-то еще кубки. Твои среди них есть? Да. Покажи. Вот. Он за что тебе дал? Далево, за что тебе? Гран-при Фейс... Швейцария. Швейцария. Что это за конкурс был? Мир птиц. Они скромничают на самом деле, потому что... Помогаете тогда? Да, помогаю. Буквально в январе месяце приезжала к нам Дарья Шори, с которой мы сотрудничаем в Швейцарии. И там устраивался аукцион, где оба получили гонорар за свои работы. Ух ты, вот им 10,9, а я свой первый гонорар получила в 24 года. Вот они... Размером в 200 рублей, а у них совершенно... Вот за кем будущее нашей страны. Тин, скажите, позади вас еще стоит одна какая-то необычная работа. Что это такое? Ну, это образ любимой мамы. Еще мы иногда ее называем подружкой Пикассо. Так, кто автор этого шедевра? Тоже девочка из нашей студии. Она учится в гимназии 35. Достаточно творческий человек. Мы решили посмотреть на маму другими глазами, другими очками. Сильно, сильно другими глазами, я бы сказала. У нас осталось 2 минуты, и у меня такой вопрос. Вот прежде чем дать ребенку, чтобы он рисовал, то есть вот полет фантазии, вы как-то с ним разговариваете, подсказываете ему, откуда вот такая вот методика вообще родилась, и что она дает? Я не знаю, она спонтанная, потому что она просто вышла из жизни, так вот сложилась. Когда я знакомлюсь, когда приходят к нам новенькие дети, я с ними знакомлюсь, я представляю с тиновитамином. Тиновитамином? Да, я обязательно протягиваю руку, я говорю. Что ты ел утром, что тебе снилось, и ребенок расслабляется в студии, он открывается, и дальше я могу уже выжимать то, что я хочу. Я предлагаю тему, мы ее обговариваем и погружаемся в работу. Я хочу сказать, что словосочетание Тина Витаминовна, оно уже расслабляет. Надеюсь, что вам тоже оно помогло сегодня зарядиться, ну, витаминами. Витаминами, да. То есть что-то говорить. Скажите, когда вам предлагают, чтобы ваши работы, ваших деток висели в центре города, есть какая-то тематика или это просто обычный набор работы? Ну, безусловно, в городе задается тематика, да, безусловно. Не то, что мы вот сделали, а вы нас теперь под это подтяните, нет, нет. Мы очень активно участвуем в выставочных проектах нашего города. Это детская картинная галерея, это публичная библиотека, это ДГТУ, выставочное пространство Цоколь. Мы очень такие едки. Мы везде прослаживаемся. Глядя на вас, я поняла одно. Кем бы вы ни были, инженером, строителем, технологом, ко всему нужно подходить творчески. То есть есть какие-то рамки, что нужно рисовать, только акварелью, кистью, это помпон на день. Нет, мы рушим рамки, стереотипы и тем самым действительно, наверное, расслабляем детей. Они получают тот самый полет фантазии и потом они вырастают настоящими гениями. Спасибо вам большое, хорошего вам дня. Давайте дружно сейчас, 3-4, крикнем всей Ростовской области. Доброе утро. 3-4. Доброе утро. Доброе утро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова